Доброе утро, мы из Украины, рад вас приветствовать на нашем канале про пчеловодство Пашка1. Меня зовут Пашка и сегодняшняя тема видео такая интересная. Мы сегодня говорим про развитие пчел весной. Как лучше добиться развития пчел, что сделать и что не нужно вообще, не стоит делать. Под какую информацию и под какое влияние не стоит попадать. Я повторюсь, ребята, что очень важно, чтобы вы понимали. Развитие пчел весной подразумевает определенные последствия. Вы должны понимать, что после того, как вы находитесь, наработаетесь, будет определенный результат. Результат в любом случае будет хороший или плохой, но он будет. Дальше должен быть медосбор. И вы на этот медосбор должны выехать и поставить этих пчел. Если не будет этого медосбора, или вы считаете, что у вас сады цветут, ну, ребята, вполне возможно, что у вас роги будут летать. Так что это опять же учитывайте. Сразу хочу сказать, что недавно бегал по ютубу, рассматривал разную информацию. И, в принципе, увидел интересную закономерность. Вообще, вы должны понимать, что закономерность есть во всем. И в телевидении, и в рекламе, и в ютубе, информации блогеров. И также же и у Пашки есть определенные закономерности. То есть мы все являемся продуктом своих, я бы сказал, комплексов, привычек и таких надоедливых, как бы, ну, не привычек. Там есть еще одно слово. Ну, скажем, попозже я скажу. То я зашел в ютуб и посмотрел. Ну, в основном, хорошо работает то, когда рассказывает. Ты должен сделать вот так, ты должен сделать вот так, ты должен сделать вот так. Первое, второе, третье, и у тебя будет результат. Ну, то же самое я ходил в больницу, и врач тебе говорит. Врач с тобой не работает. Он тебе не объясняет ничего, как ты должен себя лечить или что-то делать. Он тебе говорит, ты должен сделать то, ты должен сделать то, ты должен сделать вот так. Была еще информация интересная у меня. У меня мама держит коров. И я ездил к врачу и привозил его за 30 километров. И он приходит и говорит, сделай вот так, вот так, вот так, и она встанет. Корова после отела, ну, упала на ногу. Как говорится, вот сделай вот так, вот так, вот так она встанет. Ну, его возили раза в три или четыре. Ему платили по 200 или по 300 гривен. Ну, и в общем, корова так и сдохла. Ну, а человек приезжал и говорил, сделайте, сделайте, сделайте. Есть еще, это так, подсуммируем, это первое. Есть второе. Таблетка, чудесная таблетка. Это профилактика. Вот, ребята, весной нужно сделать обязательно профилактику. Хорошо. Хорошо, профилактика пчелам. Дальше. Пчелы требуют белковой подкормки. Это, 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 как бы, соя, это кукуруза. Это вообще любая мука. Ну, если разобраться, даже, ребята, я бы вам советовал просто тырсу сыпать. И пчелы тоже ее будут забирать, потому что там есть, как бы, смолы. И они их используют для прополиса. Тырсу тоже можете съесть. Даю, ну, даю вам рекомендацию. И получается вот такая ситуация. Фу! Да, есть таблеточка. Есть чудо-таблеточка, какая вам поможет. И есть еще третий. Это первый, это когда вам рассказывают, как делать, и он на 100% будет работать. Второе. Весеннее развитие зависит от таблеточки, от профилактики и еще там разных сопутствующих товаров, как говорится. И третье. Третье тоже немало такое важное. Человод не должен там лазить в улей до определенной температуры. Застудит и расплод, заболеют, погибнут. Все, короче, кобздец. Все пропало, все. Вот здесь, как-то говорится, можно прямо, я знаю, черепок нарисовать вот такой. Ну, он у меня не злой такой получается, но улыбается, да. Нельзя. Вот просто, вот просто нельзя так делать, да. Вот у нас есть несколько. Еще я бы, в принципе, отобрал бы пищу несколько принципов, по которых мы сейчас живем, в пчеловодстве, во всяком случае. И все оно повторяется с года в год. Вот меня задают эти вопросы, и я недавно был в стриме, мне говорят, да скажи мне про то, скажи мне про то. Вот, ребята, так, да не помогает чудо-таблетка. Ну, не можно в пчеловодстве работать как зомби. Это в математике мы можем так работать. Тебе сказали, сделай так, ты здесь то, и все. В пчеловодстве все очень просто. Есть первый шаг, и дальше пошло. Я вам сейчас объясню. И это я уже тысячу раз рассказывал, извините, на слово, но и все равно. Я не понимаю, почему так люди верят в это все. Есть вот первый шаг. Вот ты сделал первый шаг. В математике есть второй шаг. Это логично, потому что математика, она логичная. А в пчеловодстве нет. После первого шага будет уже на выбор. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Пункт один. Римский. Отделили. После этого, вот в каждого будет еще такая развилка. И ты не можешь сказать, что, дорогой пчеловод, ты сделал вот так, вот так, вот так. Нет. Ты должен сделать первое. Ты должен сделать как я. А второй ты должен уже делать в зависимости от обстановки. Я, например, выбираю вот этот путь. Мне нравится вот этот путь. И мы подходим. И этот путь на следующем этапе дает нам еще такую же развилку. И кто? Кто за тебя будет решать? Только ты. Вот почему в пчеловодстве важно это. Никогда не добьешься результата, если будешь делать вот так. Тебе нужно думать. Тебе нужно принять информацию, переварить и сделать. Неправильно. В пчеловодстве все очень просто. Неправильно принятая информация, переваренная информация. Соответственно, нету результата. Не вовремя. Боже мой. Там у нас даже сводится к чему? Что не вовремя поставленные рамки. Смотрите. Как сказать. Весеннее развитие. Но это тоже относится к этой теме. Не вовремя поставленная овощина. Вот просто овощи. Просто элементарное расширение. Это застуженный расплод. Или запоздалое поставление овощины. Это роение. Насколько все просто. Ты должен поставить его все так, как нужно. Ты должен сделать как. И никто тебе это не поможет. Никакой блогер. Никто. Только ты сам. И я вот. Сейчас я вам подберу определенный подбор. Запомните одно. Первое. Правило, которое является в пчеловодстве основным. Без труда не вытянешь рыбку из труда. Нужно работать. Блин. Работать. Как лошадь. В пчеловодстве все знают, что пчеловоды, которые делают, держат большие пасеки. Они работают. И сильно работают. Мощно. Тяжело. Потому что это работа. В любом случае. Второе. Если хочешь получать развитие пчел весной. Весной пчел развития. Тебя будет два пути. Ну. Две основных критерии. Первый критерий. Наличие меда в улье. Вот смотрите. Как ты можешь просчитать наличие меда в улье? Ну никак. Ты должен разобрать пчелиную семью. Залезть внутрь. И посмотреть сколько меда. Дальше. Твоя задача оценить этот мед. Конечно же. Когда мы зимуем на подсолнухе. Этот мед закристаллизированный. И на сегодняшний день уже наверное 80% от этого меда просто пчелы выбрасывают. Ты вынимаешь. Вот например. Две-три рамки медовых с подсолнухом. Смотришь на нее. Полностью кристаллы. И ты понимаешь, что у тебя меда ноль. Почему я и рассказывал, что мед нужно развести и дать в жидком состоянии пчелам. И это будет лучше, чем его оставлять в кристаллах, а потом этот мед выбрасывать. Понимаешь? Ну как? Как тебе другими словами объяснить? Сейчас же появится вот этот рогатый какой-то. Ну не знаю. С космоса прилетит какой-то инопланетянин. И будет мне рассказывать, что я зимую. Это хорошо. Это нормально. Но тебе же объясняется, что весной пчелам нужен мед для развития. То, что они перезимовали, это еще одно. А потом у тебя остается этот мед для того, чтобы пчелы наращивались. И его просто нет. И объясняю. Если уже есть математика. Берешь вот эту рамку, которая весит 3 килограмма. Там есть 3 килограмма меда. Из этих 3 килограмма у тебя получается пчелам 0,5 кг. Вот. Так. Вот. Вот. 0,5 килограмма. 2,5 килограмма с этой рамки ты просто нафиг выбросил. Воздух. Нету их. У тебя есть таких 3 рамки. 3 рамки. Вот 3 рамки. Ты пчелам сейчас хочешь поставить 3 рамки. И ты считаешь, что блин. Это 9 килограмм. Меда. И ты пчелам 100% поставишь. Ты пчелам поможешь. Но в итоге получается с 3 рамок это 1,5 килограмма меда. А ты на ровном месте получается 7,5 кг потерял. Что-то означает. Это означает лишь одно. Что 7,5 килограмм помножьте на сегодняшний день цену оптовую. Оптовую. Мы считаем просто оптовую. На сегодняшний день цена оптовая 55. Если я не ошибаюсь, это получается. Спрашивали, мед сдал. Не сдал я мед. Жду цену по 40 буду сдавать. То получается умножили на 55. Вот эту сумму денег вы потеряли. Все. Что здесь логическое. Дальше. Что вы потеряли? Вы потеряли 7,5 килограмм меда. Вы потеряли в развитии пчел. Потому что, ну, потому что, ну, потому что, ну, работать. Вот помните, я сказал первое, первое, работать. Если ты не работаешь, то ты теряешь это. Теряешь. Все. Ладно. Я думаю, кто меня смотрит, я думаю, это все понимает. Это более эмоционально рассказал для гостей, которые зайдут на наш канал. Чтобы Пашка... Вот. То получается. Есть две развилки, да? Наличие корма. Наличие температуры, тепло, принос пыльцы. Опять же, отталкиваемся от этого. Мы не отталкиваемся. Есть два. Вот смотри, просто, вот, ребята, просто один и два принципа. Все. Вот запомните. Вот есть первое, работать. Второе. Для развития пчелам нужно наличие корма и принос пыльцы. Или пирговые рамки, которые вы хотите содержать, ну, иметь в улье. Это... Это вообще, ну, это просто золото. Вот просто можете золотыми буквами выбить у себя. Это развитие. Все. Это развитие. Никогда не будут пчелы выкармливать много расплода, если будет это. А не будет от этого. И наоборот. Опять же, учитывайте это. Температура. Все это, все играет роль. Третье. Важно понять, что нужно работать. Опять же, смотрите, все отталкивается от первого. От работы. Нужно, нужно так готовить пчелиную семью весной. Чтобы она развивалась. И одним из принципов этого есть поджатие пчел весной. Слабых. В основном слабых пчелиных семей. Если вы зимуете с сильными пчелиными семьями, вы можете отдыхать. Если вы зимуете со слабыми пчелиными семьями, вам нужно их поджать. Утеплить. Подкормить. Сделать все вот эти процедуры. И это нужно было сделать еще вчера. Не сегодня. Не 1 апреля. И не поможет. Понимаете, начинается все с этого. Нужно работать. Пчеловодство это вид деятельности, где пчеловод движется. Не скажу, что здесь мы тяжело бегаем, что-то делаем. Не, мы просто работаем, мы движемся. Так, это первое. Работа. Если вы не хотите работать, и вы выбираете вид деятельности пчеловодства, то нафиг оно вам нужно. Займитесь лучше, я не знаю, крипту котуют, перекидайте. Ну что там. Занимайтесь котированием. Ну я знаю. Игры, играйте за деньги. Мало ли что. Есть же много разных занятий, где просто нужно сидеть и ничего не делать. Ну как? Ну как? Мозу должен делать. С пчеловодством нужно всегда шевелиться. Второе, ребят. Есть золотое правило развития общей семей. Наличие меда, наличие пыльцы нету, не будет. Ну не заменишь ты пыльцу ничем. Ну не заменишь. Ну сколько тебе раз говорить. Говорить, нужно дать ему какое-то яйцо, еще там много чего. Ну не получится так. Развитие начинается лишь тогда, когда достаточно у вас пыльцы. Нету его, все. Не будет нафиг развития. И опять же, следите. Ну что, сложно посмотреть. Я молодой пчеловод. Есть люди, которые занимаются пчелами больше, чем я живу сейчас на свете. И они начнут какую-то чушь нести, смешно на него смотреть. Ну, ребята, ну в действительности ты уважаешь человека за его возраст, ты уважаешь за его старш-работы. Ну детские такие какие-то наборы слов, что ну смешно слушать. Это я понял еще на какой-то второй или третий год работы с пчелами. Мед и принос пыльцы. Не будет, не будет развития. Пчелы просто так питаются. Все. Ну это золото. Профилактика от болезней. Ну ты приходишь. Вот, например. И дальше пошло. Вот сейчас же что же, YouTube как? Это четвертое правило. Четвертое правило YouTube я бы назвал. Профилактика пчел от болезней. Это вообще. Профилактика пчел от болезней. Обработка пчел от клеща и тому подобное. Ребята, запомните одно золотое правило. Никаких профилактик проводить не нужно, если пчелы здоровые. Это лишняя нагрузка на пчелиную семью, которая перезимовала весной. Что такое профилактика? Это когда берется определенная херня, извините на слова, и напрягает пчел. Они ее должны еще переработать. Да, там можно что-то, можно там то, можно... Ну, подождите. Если ты работаешь, если ты пчеловод, понимаете? Если ты обеспечил пчел кормом, принос пельцы от тебя не зависит. Если ты их поджал весной, ты уже и так наработался, так? Почистил донем, все сделал. Твоя пасека 100 до 100 пчелинных семей. Ты это уже все сделал. И тут тебе еще нужно. Давай, короче, давай еще. Полоски поставь. Короче, давай еще. Еще давай дымпушкой. Давай еще проливом. Давай еще им... Блин, давай шо им еще? Давай, давай им... Короче, от гнильца. Давай им от эскофероза. Давай от мешочкового этого расхода. Давай им все нужно. Да я вам скажу так. Если насмотреться вот этой хреновой рекламы, вы, ну, уже станьте взрослые. Вы же не после совка уже живете. Там множество просто тупой, голимой рекламы. Ну, не нужно, блин, проводить профилактики. Ну, не нужно сколько раз уже рассказывать. Ну, нафига им ты чешать и полоски. Нафига ты их обрабатываешь от клеща. Если ты осенью... Чем ты осенью занимался? Ну, шо ты спал? Ну, хорошо. Ну, не обработал ты с осени от клеща. Ну, давай обрабатывай тогда весной. Но тоже нужно делать правильно. Когда ты смотришь, блин, пчеловод. Пчелы сидят в клубе, а он им же полоски, дымпушка и тому подобное. А потом начинает рассказывать. Я 15 раз своих пчел дымпушкой обработал. А клещ сыпется и сыпется. К чему бы это? Это то же самое, ребята, что зуба рвать. Не через рот, а через жопу, понимаете? Ну, насколько эффективно будет зуб вырвать через жопу. Ну, извините, я иногда просто смотрю на это. Я просто поражаюсь от прикола. Ну, есть же принцип, когда пчелы в рожатом состоянии. Нет, говорит, я так сделаю, так сделаю. Для чего? Ну, разберись, как пчелы себя ведут, когда ты их обрабатываешь. Обработай их два раза. И дай им спокойно себе жить. Нифига. И пошла дальше жара. А я их обрабатываю. Они сыпятся, 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 сыпятся. Ну, это первое, второе, третье, четвертое. Я бы вообще рекомендовал бы не заниматься какой-то фигней. Ребят, давайте вот в общих чертах. Вот, чтобы вы понимали. Хотите хорошее развитие? Оставляем вот три пункта. Все остальное нафиг. Потому что обработка пчел от клеща. Стимуляция, ну не стимуляция, а... Как она называется? Профилактика пчел от болезни. Она никому нафиг не нужна. Вы или лечите пчел, или них я им не делаете. Какие, боже мой, е-мое. Сколько можно этого маразма служить? Вы шо, на приколе чешо. И сейчас кто-то опять же будет мне рассказывать. Пашка, ты в этом, в принципе, не прав. По той причине, что я когда-то что-то сделал. Когда-то убил яйцо. И еще там молока налил. И еще дрожжей дал. И пчелы у меня просто развивались. Ну, это все объясняется элементарно, ребят. Каждый год индивидуальный. И каждая семья индивидуальная. И зависит, если в пчелиной семье была рамка перги. Если температура была плюс, например. 15-16. У вас есть какие-то весенние медосборы. И пчелы ее использовали. И плюс еще в ульге было хотя бы две рамочки более-менее хорошего меда. Развитие будет совсем другое. И по-другому, ребят. Человек, который не имеет тех же условий, делает ту же процедуру, что и вы. И у него ничего не получается. Навожу еще один пример. Ребят. Разводил мед с помощью перфератора, теплой воды. Мы сбивали этот мед и давали пчелам. Человек мне пишет. Ничего. Ребята, здесь не то, что бывает. Конечно, я на это все злюсь. Но человек мне пишет. Пашка. И не один написал. Я использую декристаллизатор. Я использую то. Один написал. Я поставил возле батареи. И мед там буквально за пару часов. Встал и жидкий. И все стало классно. Смотрите. Сейчас мед в виде эксперимента поставил в инкубатор. Поставил температуру 40 градусов. Стоит уже трое суток. Начал. Он начал расставать. Но он еще не расстал. Я так смотрю, сколько я потрачу электронерии и времени. Для того, чтобы он стал в жидком состоянии. И опять же. С помощью того, когда мы вынимаем мед с бутылками. Просто вырезали и выбросили. И остатка меда не остается. Как бы я не крутил, все равно остаток меда в бутылке останется. Если мы его будем переливать. Или нужно будет длительное время стоять. Или какие-то подпорки еще думать. Для того, чтобы мед стекал хорошо. Бутылки одноразовые. Мы выбрасываем. Мы с этим не заморачиваемся. Вот вы обратите внимание. Какая уже неточность. Один говорит, что я возле батареи поставил. И все. Второй говорит, я на теплый пол поставил. И все. Я говорю, я поставил в инкубатор. Температура плюс 40 градусов. А нифига. Он так сильно не тает. И уже стоит 2 суток. А вроде же. Вот. Три принципа. По которых пчеловод весной должен ориентироваться. Это золотые правила, которые вы должны усвоить. Ребята, не ведитесь нафиг на чертову рекламу. Ну в каком-то плане. Да, если есть возможность. И вы понимаете, что вы плохо обработали с осени. Нужно обработать пчел от клеща. На чем их напрягать? Дальше. Ваша общийная семья больная? Нет. Зачем ее проводить профилактику? Смотрите, ребята. Еще один интересный факт. Это мое практика в пчеловодстве. И это я вам даю 100%. Как врач вам сказал. Приписал. Слышите, что я вам говорю? Это не означает, ребята, что вы их будете пичкать таблеточками. Подкармливать разной ерундой. И просто пропустите то, что пчелы просто голодают нафиг. Вот просто голодают. Займитесь вот самым элементарным. Мы ко мне тоже звонили и спрашивали. Пашка, а как ты поборолась с кофе-роз? Говорю так. Говорю так. Прямо ему говорю. Блин. Все начинается с весны. Он говорит, нифига. Давай, стопарь. Давай, хорош. Давай мне рассказывай. Уписывай рецепты, таблетки и тому подобное. Я не буду так делать, как ты. Я говорю, ну смотри. Ты же сам задал вопрос. Я говорю, ну я... Весна начинается. Блин, немножко поджали. Тепло. Достаточно корма. Пошли дальше. Всегда расширяем, когда нужно. Пчелы нигде не стоят в темных местах. Я уже в видео рассказывал, как должна размещаться пасека. Все. Прекрасно. Нету. В прошлом году было две семьи, которые стояли в темном месте. Это были две больных. Все. После этого все семьи стоят здоровые. И без разницы, насколько они перезамывали. Маленькие и большие. Вот что вы... Уловите, да? Уловите разницу. То же самое и здесь. Недостаток корма. Плохо размещается пчела и пчелы болеют. Пам! Все элементарно. Все просто. Ходишь развитие, обеспечив пчел кормом. Подожми и все будет работать. И, конечно же, сам работай как лошадь. Тогда все у тебя будет получаться. И переваривай. Важно еще понять. Всегда переваривай информацию. Не будешь переваривать информацию и будешь как дурак ходить по полю. По кругу. Как говорится, блуд возьмет. Знаете, что такое блуд? Это когда в очень знакомом месте не можешь найти тот объект, который тебе нужно. В основном люди цепляются на блуд под стаканчиком, но не всегда. Вот, например, твой дом, ты, тропа, блуд берет. Ты ходишь вот здесь и дорогу найти не можешь. То же самое и в пчеловодстве. Вы запоминайте, что было. Вы запоминайте, как оно у вас происходило. Не повторяйте те ошибки. Проведите эксперименты. Попробуйте. Обеспечьте пчел кормом. Нормальным кормом. Обеспечьте медом. Вынимаешь рамку сейчас и ставишь пчелам. И ты открываешь и берешь сам этот мед ешь. И он вкусный, жидкий. Все. Давай пчелам. Не когда ты вынимаешь эту рамку, открываешь, а там просто все закристаллизировано. Даже стамеска не влазит. И ты гордишься, что ты говоришь, что мед был. Конечно же, ребята, с точки зрения множества пчеловодов, конечно же, все работает, все нормально. Но это не то. Вы хотите, множество людей хочет и на одно место сейти, и рыбку сесть, и ничего не делать. Рассказывает, что есть замечательная пигулка, которая поможет. Так же с людьми. Человек двигается правильно, питается, он здоров. Если человек где-то получил сбой, он всегда будет болеть. Потому что что-то тянет, что-то то же самое с пчелами. Работаем, тянемся, смотрим, готовимся. Всегда просчитываем на один переход вперед. Потому что наращивание сейчас, в мою это 100% ранение. Нету медосборов, зачем наращивать. Нужно делать отводки. Если тебе принципиально, что ты не делаешь отводки. Вот есть люди, которые принципиально, я не буду делать отводок. Все, ты всю эту работу, которую делаешь сейчас, ты потом эту всю работу потеряешь. В пчеловодстве все просто. Ты должен видеть туда за полтора месяца. Ты должен просто быть как бы... Как это называется? Вангой прям. Ты должен понять, что будет. И не всегда получится, как ты хочешь. Ладно, ребята, такая ситуация. Небольшая политинформация в утреннее время. Всем всего на лучшего. Всем пауке.